Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет новая тема. Итак, приступаем, ребята. Смотрим. У нас сегодня тема грамматические конструкции «use it to», «be used to», «get used to» и «woolt», ребята. Для того, чтобы вам было понятно, я сейчас вас ознакомлю. Так, смотрим, ребята. Наша сегодняшняя тема сегодня грамматические конструкции «use it to», «be used to», «get used to» и «woolt». Теперь, ребята, давайте мы с вами посмотрим, что же это за конструкция такая «used to». Итак, друзья, сегодня речь пойдет про грамматические конструкции. Я вам уже сейчас называла «used to», «be used to» и «get used to». А если после этой фразы вы подумали, а разве это не одно и то же, то тем более, ребята, вам нужно будет узнать, что же это за конструкции. Все три конструкции, ребята, активно употребляются носителями в английском языке. Нельзя сказать, что они прямо первостепенно важные, но если у вас уже интермедиат, да, или вы вот-вот подойдете к нему, то выучить эти конструкции уже пора, ребята. Мы с вами тоже уже завершаем, завершили уровень «beginner», затем мы с вами перешли к «elementary level». Теперь у нас будет уже интермедиат, и для того, чтобы вы хорошенько усовершенствовали этот язык, нам обязательно нужно будет узнать все три конструкции, ребята. Я выше уже сказала, что они прямо первостепенно, не сказать, что они прямо первостепенно важные, но если мы с вами уже на пороге интермедиат, то нам нужно выучить эти три конструкции, ребята. Итак, дальше, ребята, содержание нашего сегодняшнего занятия – это «use it to», «be used it to», «get used it to», «would». И в конце мы с вами сделаем вывод, ребята. Дальше, вот сегодня мы с вами познакомимся со всеми этими тремя конструкциями, ребята. Дальше, так, «use it to», ребята. Вообще само слово «use» означает «использовать», соответственно, «use it» – это то же самое слово, только в прошедшем времени, да, ребята? «Использовал», переводится как «использовал», «использованный». А вот если подставить предлог «to», то тогда уже смысл поменяется, то есть оно кардинально меняется, ребята, и получится «привык», «регулярно делал», опять же, в прошедшем времени, потому что окончание идей. Как вы знаете, ребята, у нас слово «use», я ещё раз повторяю, вообще само слово «use» означает «использовать», переводится как «использовать», соответственно, «used» – это то же самое слово, только в прошедшем времени, так как у нас стоит окончание идей, да. А вот если мы подставим предлог «to», то тогда уже смысл совсем кардинально меняется, ребята, и получится в конце, да, будет переводиться как «привык» или «регулярно делал». Опять же, в прошедшем времени, ребята, ещё раз повторюсь, в конце у нас есть окончание идей. Так, смотрим дальше, ребята. Это у нас идёт конструкция «use to», ребята, да. Дальше смотрим, что же это за конструкция такая. Конструкция «use to», ребята, используется для обозначения действия и состояний, которые регулярно повторялись в прошлом, но уже не имеют места в настоящем, ребята. Ещё раз повторяю, используется для обозначения действия и состояний, которые регулярно повторялись в прошлом, но уже не имеют места в настоящем. Давайте посмотрим пример, да, example. «She used to play with dolls». Раньше она играла с куклами. То есть она раньше играла в куклы, теперь она уже не играет, да. И дальше, ребята, смотрим. «Use to» у нас идёт как обозначение привычных действий и состояний в прошлом. Примеры, например. «I used to live with my parents. Now I live alone». «Я привык жить с родителями». «Теперь я живу один». И кроме этого, «used to», ребята, у нас идёт как обозначение действий, которые были регулярными в прошлом, а в настоящий момент больше не повторяются. Итак, давайте мы с вами продолжим. Сейчас мы разбираем случаи, когда «used to» идёт сразу после подлежащего, ребята, как в предложениях типа «past simple», да, и они будут относиться к действиям, которые вы раньше когда-то постоянно совершали, а теперь уже не так, так не делаете, да, то есть в данный момент или за последнее время вы уже перестали так делать. То есть как бы привычка была, а сейчас привычка уже отпала. Дальше у нас идёт пример, ребята. «She used to have dark hair». Она привыкла носить тёмные волосы, но сейчас уже не носит. Или же «I used to talk non-stop». Я привыкла говорить безмолву, да, в прошлом привыкла, а сейчас уже отвыкла. Дальше, ребята. «Used to» имеет только одну форму прошедшего времени и не используется в других временах. Значение конструкции «used to» может выражаться словами как «раньше», «прежде», «раньше обычно». И утвердительное предложение, ребята, образуется с помощью конструкции «used to» и простого инфинитива. Первой формы глагола, да, смыслового глагола, ребята. Дальше. Смотрим на примеры, ребята. «I used to get up at 6 a.m. when I was 20». «Раньше я вставал в 6 утра, когда мне было 20». То есть он это делал раньше, да, но сейчас он не встаёт в 6 часов утра. «Kate used to go to school by bike». «Кейт обычно ездила в школу на велосипеде». Или же следующий пример. «They used to have dinner at this restaurant every Friday». Раньше они обедали в этом ресторане каждую пятницу, но в данное время они этого не делают, ребята. Дальше продолжаем. Использование «used to» в отрицаниях и вопросах не характерно и нежелательно для английского языка, ребята. Однако в разговорной речи такие предложения иногда могут встретиться, да. Отрицательное предложение образуется с помощью вспомогательного глагола «did». Формы прошедшего времени от глагола «do», да, то есть «делать». После которой используется «used to» в форме настоящего времени, ребята. Вот здесь очень важный момент. Вы должны запомнить, когда у нас идет отрицание, ребята, с помощью вспомогательного глагола «did», мы с вами, после вспомогательного глагола «did», мы с вами используем «used to». Не «used to» в форме настоящего времени и простой инфинтисмыслового глагола, ребята. То есть просто «did» уже указывает на то время, что оно совершалось в прошедшем времени. Поэтому, ребята, мы с вами используем конструкцию «used to». Дальше мы с вами посмотрим на «used to», на конструкцию «used to», ребята, как правильно употреблять или использовать в отрицательных предложениях. Для формирования отрицательного предложения мы с вами используем вспомогательный глагол «do». В прошедшей форме, конечно, само собой «did» и отрицательная частица «not», ребята. Или же сокращение идет как «don't» или «didn't». Например, «I didn't use to wear glasses, but I do now». Раньше я не носил очки, но теперь ношу. И будьте внимательны, ребята, что в отрицании мы не пишем конечную букву «d» в выражении «used to». То есть мы используем ее в настоящем времени как «used to». Если у нас идет «I didn't», то есть в отрицании вспомогательный глагол «did» и числится оно в сокращении, оно у нас идет как «didn't». И мы с вами используем конструкцию не «used to», а «used to» в настоящем времени, ребята. Итак, продолжаем. У нас идут примеры, for example, «an didn't use to attend this place», «an раньше не бывало тут». Или «we didn't use to go to Italy every summer», «мы не ездили в Италию каждое лето», ребята. Дальше у нас идет вопросительное предложение с «used to» образуется с помощью вспомогательного глагола «did», ребята. Если мы в отрицании тоже используем вспомогательный глагол «do» и «did», то и вопросительное предложение с «used to» образуется с помощью вспомогательного глагола «did». Форма прошедшего времени от «do», да, и который выносится в начало предложения, ребята. После подлежащего используется «used to» в настоящем времени и «infinitive» смыслового глагола. Это очень важно, ребята, чтобы вы знали, как формируется отрицание и вопросительная форма, ребята. То есть давайте еще раз повторим, да. Для формирования отрицательного предложения мы с вами используем вспомогательный глагол «do» в прошедшей форме, как «did». И отрицательная частица «not» или можно использовать сокращение как «didn't». Как вы видите, «I didn't use to wear glasses, but I don't know». Раньше я не носил очки, но теперь ношу. И как вы видите, после того, как мы с вами использовали вспомогательный глагол «did» с частицей «not» в сокращении «didn't», мы пишем или используем конструкцию в настоящем времени как «used to», ребята. Будьте внимательны, что в отрицании мы не пишем конечную букву «d» в выражении «used to». Понятно, да? И мы с вами, вот как вы видите, например, здесь у нас тоже идет «didn't» и использовали конструкцию в настоящем времени «used to», ребята. Здесь у нас тоже идет «didn't» отрицание, затем у нас идет конструкция «used to» в настоящем времени. Итак, дальше мы с вами узнали, что в вопросительном предложении конструкция «used to» образуется с помощью вспомогательного глагола «did». То есть вообще в вопросительной форме у нас образуется с помощью вспомогательного глагола «did». И мы знаем, что вспомогательный глагол всегда выносится в начало предложения, да? И после подлежащего используется «used to» в настоящем времени, а также «инфинитив» смыслового глагола. То есть мы используем смысловой глагол без изменений. Дальше, ребята, «used to» – правило в вопросительных предложениях. Мы с вами знаем, что для построения вопроса, да, общий вопрос, вспомогательный глагол «did» нужно вынести на первое место. «Did he used to wear a glass?» Он раньше носил очки. Как вы видите, у нас «did» стоит на первом месте в начале предложения. Затем после подлежащего мы ставим конструкцию «used to», ребята, в настоящем времени. Еще раз повторяюсь. На такой вопрос мы отвечаем «yes, he did» или «no, he didn't», ребята. Также можно употреблять слово «never» для отрицания. Например, «they never used to argue». Они никогда не спорили. Дальше. Давайте посмотрим еще на примеры. Например, такие примеры, как «did you used to ride a bike?» Раньше ездил на велосипеде. Здесь у нас специально выделено красным цветом, ребята, чтобы вам было видно. В вопросительной форме мы ставим «did» в начале предложения. «Used to», конструкцию «used to» мы пишем после подлежащего, ребята. Дальше, например. «Did he used to do sports?» Он раньше занимался спортом. Или «Did Matt used to eat meat?» «Мэтт раньше ел мясо?» И так далее, да, ребята? Теперь давайте мы с вами посмотрим на конструкцию «used to» и «past simple», ребята. «Uused to» плюс «infinity» глагола употребляется, когда речь идет о привычках и регулярных действиях, имевших место в прошлом, ребята. Даже если мы с вами говорили выше, что «used to» конструкция, мы используем, когда мы говорим о действиях, которые происходили раньше, но на данный момент оно не имеет никаких отношений, да, никакого отношения. Но, смотрите, здесь у нас есть еще такие правила, когда «used to» и плюс «infinity» глагола употребляется, когда речь идет о привычках и регулярных действиях, имевших место в прошлом. «He used to swim a lot when he was younger». Или в таких случаях данная конструкция может быть заменена на «past simple» без значительного изменения смысла, ребята. «He swam a lot when he was young». Например, ребята, смотрите, здесь у нас использована «used to» конструкция. Он привык много плавать, когда был молодым, да, и здесь эта конструкция, то есть в таких случаях данная конструкция может быть заменена на «past simple» без значительного изменения смысла. То есть смысл почти не меняется, ребята. И здесь предложение «he swam a lot when he was young» переводится точно так же, как и здесь. Он плавал много в молодости, да. Однако, если есть указание времени в прошлом, необходимо употребить «past simple», а не «used to», ребята. Запоминаем. Однако, если есть указание времени в прошлом, то необходимо употребить «past simple», а не «used to», ребята. «He walked to work yesterday». «Uused to» также употребляется для описания действий, которые имели место в прошлом, но сейчас не происходят, ребята. Например, «he used to live in Spain», now he lives in Italy. Дальше смотрим, ребята. Конструкция «used to» – «past simple». Смотрим. «Regular actions» у нас переводится как «регулярные действия», да. А здесь у нас идет «single action», то есть это действия, которые произошли один раз. Смотрим, ребята. Например, «I used to watch TV a lot» или «I watched TV a lot». Эти два предложения, они по значению имеют один и тот же смысл. Например, «я очень много смотрел телевизор». И, как вы видите, в первом предложении мы использовали конструкцию «used to», а во втором предложении у нас идет «past simple», и мы использовали глагол с окончанием «ed», просто «I watched TV a lot». То есть он, например, до сегодняшнего момента, раньше, да, он очень много смотрел телевизор. «Single reactions» – это действия, которые произошли только один раз. Например, это может быть такой пример, как «I went to London in 2017». То есть «я ездил в Лондон в 2017 году». Он ездил туда только один раз. И это действие, оно не повторялось, не повторялись эти действия. Оно имело быть место только один раз, ребята. Давайте это предложение мы с вами еще раз разберем. То есть «single reactions» – это действия, которые произошли один раз, но в прошлом, да. «Past» – это у нас идет как «past simple», ребята. «I went to London in 2017». То есть «я ездил в Лондон в 2017 году», но сейчас или в этом году он этого не делал. Смотрим дальше. Теперь давайте посмотрим на отличия между «used to» и «past simple», ребята. Мы знаем, что «past simple» употребляется с наречиями частотности, как «usually», «always», «often» и так далее, да, для выражения старых привычек. Например, «I usually had a salad for supper». Я обычно ел салат на ужин. Или «I use it to have». Но мы не употребляем выражение «used to» для действий, которые происходили только один раз, или когда мы упоминаем, когда действие произошло. В этом случае, ребята, мы используем «past simple». Давайте еще раз повторим. То есть мы знаем, да, ребята, что «past simple» мы с вами употребляем с наречием частотности, такими как «usually», «always», «often» и так далее, да, для выражения старых привычек. Давайте посмотрим на следующий пример. «I usually had a salad for supper». Я обычно ел салат на ужин. Но мы не употребляем выражение «used to» для действий, которые происходили только один раз, или когда мы упоминаем, когда действие произошло. В этом случае мы с вами используем «past simple». Да, мы с вами смотрели на вот этом примере. Теперь идем дальше, ребята. Употребление «used to» – повторяющиеся действия, ребята. Конструкция «used to» используется для выражения действий, часто происходивших и повторяющихся в прошлом, однако сейчас они не происходят совсем, ребята. То есть они происходили в прошлом, но сейчас они не происходят совсем, ребята. Давайте посмотрим на примеры, да. «I used to take a tax to my work». Раньше я часто ездил на работу на такси, но сейчас он этого не делает. Или «they used to sell lemonade every summer». Прежде каждое лето они продавали лимонад. Или же, например, такой пример, как «he used to do judo, but now he can't». Раньше он занимался дзюдо, но сейчас он не может этого делать. Продолжаем. Факты – общая информация в прошлом, ребята. Конструкция «used to» также используется для выражения фактов общей информации, которые были правдивы в прошлом, но сейчас такими не являются. Это тоже важно запомнить, ребята. Дальше давайте посмотрим на пример. «I used to like this movie, but now I don't». Раньше мне нравился этот фильм, но сейчас оно уже не нравится. Или же «they are used to be a good restaurant, but now there is a shop». Раньше там был хороший ресторан, но сейчас там магазин. Давайте прочтём следующий пример. «Mark used to be very slim and sporty in the high school». «Mark был очень стройным и подтянутым в годы старшей школы», но он не сейчас. Дальше. Теперь, ребята, мы с вами прошли конструкцию «used to». Теперь у нас идёт следующая конструкция – это «be used to». Если в предыдущей конструкции «used to» всегда строился по правилам, по «simple», ребята, теперь же «used» сохраняет своё окончание прошедшего времени, то есть «ed» остаётся без изменений, «used» своё окончание прошедшего времени, а перед ним ещё ставится вспомогательный глагол соответствующего времени, о котором идёт речь, ребята. Слушаем внимательно. Теперь мы говорим по правилам настоящего времени. Это будет означать, что у кого-то вот сейчас есть такая привычка, кто-то приспособился что-то делать, и перед «used» просто ставится «am» после «i», или «is» после «he», «she», «it», или же «are» после «we», «you», «they». Прямо как в «present simple», ребята. Видно, да? Дальше. Смотрим, ребята. Мы знаем, что у всех у нас разные привычки, да, ребята? У нас были у всех разные привычки в прошлом. Кто-то приспособился делать что-то потом. Поэтому, ребята, в прошедшем времени, если что, в прошедшем времени, если что, используется просто «used to». Это относится именно «be used to», ребята. То есть мы с вами прочли, что теперь мы говорим по правилам настоящего времени. То есть «be used to» мы с вами используем в настоящем времени. Если «used to» мы использовали для высказывания действий, которые происходили в прошлом, и не имеют никакого отношения в настоящем, то «be used to» мы с вами используем для того, чтобы выразить действия в настоящем времени. То есть теперь мы говорим по правилам настоящего времени. Это будет означать, что у кого-то вот сейчас есть какая-то привычка, кто-то приспособился что-то делать. И перед «used» просто ставится вспомогательный глагол, как «am» после «i» или же «is» после «he», «she», «it» или «are» после «we», «you», «they». Прямо как в present simple, ребята. Дальше смотрим. В прошедшем времени, если что, используется просто «used to». Мы буквально только что это разбирали с вами, ребята. Теперь давайте разберем пример с настоящим. Смотрим. «I'm used to rain» – «я привыкла к дождям». Или «I'm used to difficulties» – «я привыкла к сложностям». Или «I'm used to spend two hours to get to work» – «я привыкла тратить по два часа, чтобы добраться на работу». Дальше смотрим. В конструкции «used to», которая выражает повторяющиеся действия в прошлом, ребята, не следует путать с конструкциями «to be used to» и «to get used to», ребята. Давайте разберем. Выражение «to be used to doing something» – это выражение означает «be accustomed to» or «be familiar with» – «привыкать». Например, вы занимались чем-то новым в течение некоторого времени, но это что-то новое или трудное больше не является для вас новым, и вы привыкли к этому. Это выражение может относиться к настоящему, к прошлому и будущему времени, ребята. Нужно всего лишь изменить глагол «to be». Смотрим. Давайте посмотрим на пример. «I work with children, so I'm used to it». Я работаю с детьми, поэтому я привыкла к этому. Или «the noise was thunderous, but the driver was used to it». Шум был оглушительный, но водитель к этому привык. Дальше давайте посмотрим на примеры еще, ребята. «He's been living in England for 20 years, but he's still not used to driving on the left». Он живет в Англии уже 20 лет, но до сих пор не привык ездить на по левой стороне. Или же «we aren't used to living in tropical climates». «Мы не привыкли жить в жарком климате». И последнее, ребята, у нас идет «get used to». Мы с вами познакомились с конструкциями как «used to», «be used to». Теперь у нас идет «get used to», ребята. Если вы хотите использовать «used to» в будущем времени, то лучше сделать это в паре с глаголом «get», ребята. «Get used to» означает «привыкать», «обретать новую привычку» и «приспосабливаться». Потому что «get» у нас переводится как «правильно, ребята, получать», да? И сразу накидаем несколько примеров. «You will get used to this noise soon». Со временем ты привыкнешь к этому шуму. Или «it's very stressful to live in another country, but I hope I will get used». Жить в другой стране – это большой стресс. Но я надеюсь, что скоро привыкну. Итак, ребята, дальше. Причем «get used» можно использовать не только в будущем времени, ребята. Можно и в настоящем, и в прошедшем, и в каком времени только захотите. Тогда вы будете тем самым подчеркивать, что у вас не просто есть или была какая-то привычка, а что вы приобрели ее в какой-то момент времени. То есть, ребята, я еще раз повторю. Мы с вами познакомимся с такими конструкциями, как «used to», «be used to». И сейчас мы с вами обсуждаем «get used to». Теперь продолжаем, ребята. Причем «get used» можно использовать не только в будущем времени, ребята. Можно и в настоящем, и в прошедшем, и в каком только времени вы захотите. Тогда вы будете тем самым подчеркивать, что у вас не просто есть или была какая-то привычка, а что вы приобрели ее в какой-то момент времени. Дальше. Давайте посмотрим на пример. Например, космонавты после долгого полета часто роняют предметы просто из-за того, что она автомате оставляет их стоять на воздухе. И в свое оправдание после чужого разбитого стакана космонавт может сказать, что он «got used to the weightlessness», привык к невесомости. Да, может, пример немного необычный, зато так у вас больше шансов запомнить правила через ассоциации, ребята. Дальше у нас идет «boot», ребята. Так, мы уже с вами разобрали основные случаи употребления конструкции с «used». «Use it to», «be used to», «get used to». Теперь у нас идет «boot», ребята. Но не спешите расходиться, потому что сейчас разберем случаи употребления другого модального глагола, как «boot», ребята. Ведь они иногда совпадают. И даже в тех случаях, когда не совпадают, все равно разберем, чтобы далеко не ходить. Смотрите, ребята. В английском языке наряду с конструкцией «used to» для выражения привычных действий в прошлом, которые происходили снова и снова, может использоваться форма «would to». Сам по себе этот модальный глагол можно перевести как бы «сделал бы», «хотел бы» и так далее. Однако в некоторых случаях «boot» вообще полностью аналогичен «used to», ребята. Например, разницы не будет, если мы скажем «we used to meet at weekends» или «we would meet at weekends». Они оба имеют один и тот же смысл. «Мы встречались по выходным». Смотрите, здесь у нас идёт «we used to», здесь у нас идёт «we would meet at weekends», а здесь у нас идёт «we used to meet at weekends». И эти два предложения, они у нас имеют один и тот же смысл. То есть мы встречались по выходным. Дальше продолжаем, ребята. Но мы не можем подставить «wood» в случаях, когда говорится о состоянии в прошлом, ребята. То есть встретиться на выходных мы в теории можем в любое время. Это глагол «действие». И даже если мы уже несколько лет не собирались, можем взять и сделать это. А с глаголами «состояние» вроде «быть», «любить», «дружить», «стремиться» и так далее, что-то, что идёт непрерывно, «wood» не используется, ребята. Вам это важно запомнить. К примеру, мы можем сказать «we used to love our grandmine and the childhood». Мы любили нашу бабушку в детстве. Но при этом нельзя подставить «wood», ребята, без потери смысла. «we would love our grandmine and the childhood». Мы бы сейчас любили нашу бабушку, если бы были в детстве. Ну, в общем, получается очень странный смысл. Просто запомните, что «wood» может подменить «use it to» только с глаголами «действие», ребята. Это очень важный момент. Вам нужно запомнить. Давайте мы с вами ещё раз посмотрим. Вот смотрите, у нас был пример к этому правилу, когда в английском языке наряду с конструкцией «you did to» для выражения привычных действий в прошлом, которые происходили снова и снова, то есть это регулярность, повторяются действия, может использоваться форма «wood», «do». Сам по себе этот модальный глагол можно перевести «как бы сделал бы», «хотел бы» и так далее, ребята. Однако в некоторых случаях «wood» вообще полностью аналогичен «use it to». То есть они переводятся одинаково, да? Например, разницы не будет, если мы скажем с вами «we use it to meet at weekends» или «we would meet at weekends». То есть они оба имеют один и тот же смысл, мы встречались по выходным. Но мы не можем подставить «wood» в случае, когда говорится о состоянии в прошлом, ребята. То есть встретиться на выходных мы в теории можем в любое время, да? Это глагол действия. И даже если мы уже несколько лет не собирались, можем взять и сделать это. А с глаголами состояние вроде «быть», «любить», «дружить», «стремиться» и так далее, что-то, что идёт непрерывно, «wood» не используется. К примеру, мы сможем сказать «we used it to love our grandma in the childhood». Мы любили нашу бабушку в детстве. Но при этом нельзя подставить «wood» без потери смысла, ребята. «We would love grandma in the childhood». Мы бы сейчас любили нашу бабушку, да, если бы были в детстве. И, в общем, получается очень странный смысл. Просто запомните, что «wood», ребята, может подменить «use it to» только с глаголами действия. Продолжаем. Первое, ребята, о намерении в прошедшем... Когда мы с вами можем использовать «wood». Первое – о намерении в прошедшем времени, ребята. Например, он сказал, что собирается. Например, что поможет. «He said he would help me». Он сказал, что поможет мне. И, как вы видите, мы с вами использовали «wood». Дальше. «Сказал в прошлом». Намеревался помочь в будущем. Всё сходится, ребята. Обратите внимание, что если бы на месте «sad» было «sad» в настоящем времени, да, то использовался бы уже «will». То есть мы с вами используем в прошедшем времени «wood», ребята. А если бы в настоящем времени, то если бы на месте «sad» было бы «say», да, то есть это у нас в прошедшем времени глагола «say», ребята, в настоящем времени, то использовался бы уже «will». И второе, ребята, у нас идёт нежелание в прошедшем времени, ребята. Так, смотрим. Да, и поправочка, ребята. В настоящем времени «wood» может использоваться в том случае, если речь идёт о категорическом отказе что-то делать. Например. «I wouldn't go to school». Я не пойду в школу. То есть у нас идёт «I wouldn't go to school». Это у нас отрицание. Я не пойду в школу. Дальше. Третье – это условия, ребята. Она используется, когда мы сожалеем от действий, которое не совершилось. Например, когда что-то пошло не так. И мы сожалеем, что не поступили иначе в той ситуации, да. Например, вы плохо подготовились к международному экзамену и завалили тест. И теперь про себя думаете. «If only I would study harder». Если бы я только училась усерднее. Дальше, ребята. Четвёртое – это предложение чего-либо, ребята. И последний случай употребления «would», который мы разберём, это когда мы что-то кому-то предлагаем, ребята. И самая популярная фраза тут – «would you like?». Не хотели бы вы. Но на месте «like» в принципе может быть и другой глагол, который подходит по смыслу. Предложение, ребята. «Would you like a dessert?» Например, «не желаете десерт?» И дальше, ребята. Лично я от таких предложений никогда не отказываюсь. Думаю, вы тоже. И теперь, ребята, давайте мы с вами сделаем вывод. Мы с вами разобрали конструкции «use it to», «be used to», «get used to», «would like», а также случаи их употребления. Так, и на этом у нас всё, ребята. Давайте мы с вами ещё раз повторим конструкции, которые мы с вами прошли. И дальше продолжим наши занятия, ребята. У нас будут упражнения. Мы с вами должны успеть сделать все задания. Так, смотрим, ребята. У нас есть те, которые присоединились позднее. И для них я хочу ещё раз повторить, ребята, что мы с вами сегодня прошли грамматические конструкции, такие, как «use it to», «be used to», «get used to» и «would», ребята. Чтобы вам было понятно, мы с вами ещё раз повторяем то, что мы с вами сегодня прошли. Сегодня речь шла о том, что мы используем, да, «use it to», «be used to», «get used to», «would like». Нельзя сказать, что они первостепенно важные конструкции, но нам уже пора учить этих конструкций, ребята. Содержание нашего сегодняшнего занятия. «Use it to», «be used to», «get used to». Вот, и в конце мы с вами сделаем выбор. Дальше, ребята. «Use it to» очень важно запомнить, ребята. Мы знаем, что это слово «use» означает «использовать», да, и «use it to» мы с вами используем в прошедшем времени, то есть переводится как «использовал» или «использованный». А вот если мы с вами просто подставим предлог «to», то тогда смысл кардинально меняется и переводится уже как «привык», «регулярно делал», и опять же это всё у нас в прошедшем времени, потому что «use» у нас имеет окончание «id», «use it to», да, окончание «id», то есть это означает, что это в прошедшем времени. Мы с вами познакомились с конструкцией «use it to», как и где она у нас используется, да, ребята, для обозначения действий и состояний, которые регулярно повторялись в прошлом, но уже не имеют места в настоящем. Дальше. Также мы с вами узнали, что «use it to» – это обозначение привычных действий и состояний в прошлом, да, «use it to» идёт как обозначение действий, которые были регулярными в прошлом, а в настоящий момент больше не повторяются. Также мы с вами, ребята, разобрали случай, когда «use it to» идёт сразу после подлежащего. Мы с вами видели тоже на примерах, да, например, «she used it to have dark hair», то есть мы используем конструкцию «use it to» после подлежащего «she». Или «I used it to talk non-stop». Я привыкла говорить безумолку. В прошлом привыкла, но сейчас уже этого не делаю. Как вы видите, мы использовали конструкцию «use it to» после подлежащего «i», ребята. Дальше. «Use it to» у нас имеет только одну форму, то есть оно у нас не меняется ни по лицам, ни по числам, а имеет только одну форму прошедшего времени и не используется в других временах, ребята. Значение конструкции «use it to» можно выражаться словами, как «раньше», «прежде», «раньше обычно». И утвердительное предложение образуется с помощью конструкции «use it to», простого «infinity». То есть смысловой глагол у нас идёт без изменений. Дальше, ребята, у нас здесь примеры, да. Прочтём один пример. «I use it to get up at 6 a.m. when I was 20». «Раньше я встал в 6 утра, когда мне было 20». Он раньше делал это, да, то есть встал в 6 часов утра, но сейчас он этого не делает. Дальше, ребята, мы с вами посмотрели на использованную «use it to» в отрицаниях и вопросах, да, как мы с вами можем формировать вопросительную и отрицательную форму, используя конструкцию «use it to», ребята. Мы с вами знаем, что для формирования отрицания мы с вами используем вспомогательный глагол «did» с частицей «not». Можно использовать даже сокращение как «didn't». И потом только используем конструкцию «use it to» в настоящем времени. Дальше у нас идут примеры. Затем мы с вами познакомились, как можно использовать конструкцию «use it to» в вопросительных предложениях. Мы знаем, что вспомогательный глагол у нас всегда переносится на первое место. Затем у нас идёт подлежащее, и только потом у нас идёт конструкция «use it to», ребята. Дальше мы с вами узнали, как можно использовать конструкцию «use it to» и «past simple». Также мы с вами узнали разницу между «use it to» и «past simple». Да, ребята? Очень важно, ребята, чтобы вы запоминали каждый важный момент. И тогда вы можете с лёгкостью использовать эти конструкции в разговорной речи. Мы с вами знаем не потребление «use it to» в повторяющихся действиях, а когда мы говорим о фактах или общих информациях в прошлом. Продолжение следует... Продолжение следует...